Есть одна визуальная новелла в жанре... Эээ... Грамматический хоррор? Ха... Ээ... Не знаю, что это такое. Якут Сюда! Эээ... Якут Сюда? Якут Сюда! Ахахаха... Разрабатывает её такой более-менее известный художник, как Наташа Кукурузина. И сегодня в группе я увидел этот пост. Если хотите сделать мне подарок на НГ, но у вас нет денег, нарисуйте мне галерина. У него тёмно-зелёные волосы и светло-зелёные глаза, желтоватая кожа, ещё он худой. Можно в школьном аутфите, можно в повседневном. Просто уж очень хочется увидеть его в другой рисовке. Ай, я не художник. Приветствую, я вас Диан, и сегодня мы будем писать музыкальную тему для галерина. Надеюсь, я правильно ставлю ударение, потому что я на самом деле не знаю, как правильно. У меня есть следующая идея. Я выделил несколько музыкальных постов в группе. Я их всех прослушаю. Выпишу какие-нибудь интересные, понравившиеся мне элементы. Будь то инструменты, может быть приёмчики. И я, соответственно, потом на основе этого списка и буду создавать свою мелодию. Но тем, кто не хочет смотреть весь ролик, а хочет посмотреть что-то определённое или сразу послушать финальный результат, то вот тайм-коды и просто тыкайте на них в комментариях. Либо вы можете брать этот ползунок и перемещать куда вы хотите. А, ну, а я начну. Просто для того, чтобы перебирать инструменты, я вбил эти случайные четыре ноты. И как оказалось, они ничего. Вообще, мне нравится этот звук. Я его слушаю, мне приходит в голову мысль, что как бы электронные такие звуки, может быть, 90-х, 80-х годов, они могут подойти вот так, как раз таки вот такой, как я сейчас представляю, полуджазовой атмосфере. И, соответственно, это он персонаж. Это у меня ми-мажор, что ли, получается. Ладно, а с тональностью потом. Чё, чё, чё? Ну, надо ударный, да, добавить. Кстати, интересно то, что в ресторане там не было ударных. Там было... Что, кстати, для джаза, что вообще для любой группы странно. Есть уступления, где, например, только фортепиано и певец. Ну, вокал. Но чтобы сакс, фоно, виолончель, голос, но без ударного или какой-то перкуссии, ну, я, по крайней мере, такого не встречал. Ну, конечно, так можно играть, почему бы нет? Но давайте попробуем оттолкнуться от идеи, и что нету жёстких ударных, как, например, кик, снейр, тома. А попробуем пойти от перкуссии. То есть, тамбурин. Попробую добавить. Тарелочки. Шейкеры. Маракасы. Ну и посмотрим, что ещё. Что-то, слушая вот эти вот хлопки, у меня пришла мысль, что они подходят к галерину. Потому что в голову лезет мысль, что это он хлопает по... Как бы пристаёт к мистральни. Всё-таки не удержал свои руки. Так я записал собственные хлопки и щелчки. Я каким-то образом потерял видео, где я это записывал. Не знаю, как так получилось. И звучит это, в принципе, неплохо. Всё-таки мои хлопки всё равно мне не нравятся. Наверное, я заменю на какой-нибудь другой. В общем-то, я немножко импровизировал на синтезаторе. И я думал, что можно с этим сделать. Я добавлю пианино. Чтобы и уйду немножко в джаз, я думаю, всё-таки, да? У меня есть парочка тем, которые я уже симпровизировал. Теперь я думаю, как их объединить в одну кучу. И какие ещё можно добавить инструменты. Я пока что думал, может быть, ещё попробовать флейту. Хотя она вроде бы не очень подходит. Ну, может, какой-нибудь детюн я там сделаю. Не знаю, сейчас посмотрим. Всё было бы хорошо, если бы всё-таки она слишком неживо звучит. Сейчас я запишу лошадь через медишку. Я много развивался с темпа. Но как основу это можно использовать. Надо это всё обработать. Ну, звучит оно примерно вот так. Вот. Ну, и то, что основная тема, ну, типа такая. Ну, понятно. Ну, с этим можно работать, в общем. Чуть погромче сделаю. Благо, место есть. Хорм его поднять. Потом разобью это на инструменты. Часть отдаду нашему серому. Ну, в общем-то, с добавлением пианино звучит теперь вот так. Ну, мне кажется, пианино немножко суховат. Попробую. Дилей можно. Сейчас посмотрим. В общем, поколдовал я немножко с райдом. И партии примерно звучит. Теперь вот так. Ну, дальше ещё не знаю, что не придумал, что добавить. Хотел флейту, конечно. Может быть, скрипки какие-нибудь. Надо посмотреть, подумать. Нет, я сейчас посмотрел. Флейта как-то вообще не подходит. Попробую перейти всё-таки к скрипкам. К виолончели. Может быть, опять что-то электронное попробую. Если она не получится. Сейчас разберёмся. Ну, вот, собственно, у меня и появилась в ялончели. Она, конечно, никогда не будет звучать как настоящая, но я хочу автоматизировать. Ну, так получше. Ну, если целиком, значит, что так. Субтитры подогнал «Симон» Что мне ещё хочется сделать, это вибрато добавить. Ну, пищи, короче, надо изменять. Честно говоря, как на всю дорожку пищи изменять, я не знаю. Сейчас посмотрим, может быть, придумаю что-нибудь. Так, что дальше делать? Вот это хороший вопрос. У меня тут есть большая партия пианино. Насколько она минуты? Примерно на 120 секунд, где-то 110. Полторы минуты минимум, короче. Всё это можно растянуть как-нибудь. Ну, в смысле, под те же самые инструменты раскидать. Попробовать, может быть, сделать небольшую динамику. Я всё ещё думаю, что делать... Стоит ли добавлять какой-нибудь шутгейс? Наверное, стоит. Надо подумать, как именно. В принципе, у меня было пары идей. Вот это, по-моему, можно использовать. Я оставлю этот. У-у-у-у. У меня всё это время была запись. Будем сейчас какие-нибудь ноты ставить. Затем мы попробуем эффекты понакидать. Вот здесь можно дофига автоматизм поставить. Вот здесь в этом коротком моментике не будет его, я думаю. Хотя, может поставить наверху что-то. Эффекты. Сейчас мы с ними определимся. Ну, с органом примерно разобрались. Я немножко его ещё подкручу. Как-нибудь его более атмосферно зафигачу. Может быть, поверх него сделаю ещё что-то атмосферное. Но это сейчас посмотрим. Меня сейчас заинтересовал другой вопрос, когда я прослушал это. Виолончели, она как-то очень резко вклинивается. Мне хочется, чтобы она более плавно вписывалась в остальные инструменты. Поэтому я сейчас попробую убрать в неё некоторые частоты. Посмотрю, что из этого получится. И надо мне докидать под всю остальную партию пианинного. Наконец-то в кое-то вей. Ну, в общем, я сделал серединку, получается, мелодии. Более такой спокойной. Что, в принципе, хорошо. Ведь всё-таки эта мелодия как бы для навылок. И она не должна на себя забирать всё внимание. Конечно, в эту модель немножко не вписывается виолончель, которая тут, в принципе, в начале. Ну, вроде бы она звучит нормально, да как бы вписывается. В целом, если не считать некоторые ненаделки, в том числе в северончели и некоторыми эффектами, можно сказать, что у меня окончательно сформировалась идея, как доделать эту мелодию. За основу возьму мою партию пианино. Также разложу остальные инструменты, которые уже присутствуют в проекте. Парочку эффектов. И можно сказать, что будет готово. В принципе, этот процесс уже не так уж и будет творчески интересен. Так что перейдём к финалу. Спасибо тем, кто смог это осилить. Посмотреть это всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте. И вот финальный результат. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok